Видеоинструкции по монтажу проточного электрического водонагревателя к лаге DSX Servatronic MPS. Для начала работ необходимо подготовить следующий инструмент. Молоток, разводной ключ, кусачки, шестигранник на 12, ключ на 8, на 19, на 24, крестовую отвертку и две плоских отвертки, маленькая и большая, тестер, мощную дрель со сверлом диаметром 6 мм. Откроем коробку. Внутри обнаруживаем инструкции. Помимо них в комплекте идут ниппеля, переходники и прокладки, необходимые для подключения прибора к системе водоснабжения, и крепления для установки водонагревателя на стену. С водонагревателем серии DSX в комплекте идет пульт дистанционного управления FX. Освобождаем прибор от упаковки. Снимаем переднюю панель на лицевой части прибора. Под панелью расположен фиксирующий винт. При помощи отвертки отворачиваем его, после чего снимаем переднюю крышку. Открыв прибор видим винт с барашком-фиксатором. Отвинтив барашек, аккуратно снимаем монтажную планку. Отщелкнув откидную панель с платой управления, снимаем защитный патрубок. Снимаем защитные пробки, повернув патрубки подачи и обратки вокруг собственной оси. Для того, чтобы удобно было подключать воду, снимем рамку задней крышки. Берем монтажный шаблон. На нем нанесены места крепления, подключения воды и электричества. Прикладываем монтажный шаблон к стене, совмещаем его с местом вывода труб из стены и отмечаем места для сверления отверстий под крепление прибора. В отмеченных местах при помощи дрели и 6-мм сверла делаем отверстие. После забивания дюбелей приступаем к установке монтажной планки прибора. Все, что необходимо для подключения воды, есть в комплекте. Сначала установим непиля. Важно следить, чтобы уплотнительное кольцо было со стороны стены. Для затягивания используем шестигранник. Ниппель устанавливаем таким образом, чтобы над чистовой поверхностью стены оставалось примерно 12 мм. После установки ниппелей устанавливаем переходники из комплекта. Переходник для холодной воды. Подача воды. Запорный шаровый кран. Ревизия встроенного сетчатого фильтра. Подключение к прибору. Берем прокладку и прикручиваем переходник к линии подачи к соответствующему ниппелю, который торчит из стены. Важно не перепутать. Аккуратно затягиваем соединение. Для обеспечения защиты от воды необходимо одеть защитный патрубок на выходящие из стены электрический кабель. Устанавливаем прибор на стену, закрепив корпус на монтажной планке с помощью барашка-фиксатора. Используя соответствующие прокладки, подключаем прибор к системе водоснабжения. Перед выполнением работ по подключению электричества прибор должен быть обязательно заполнен водой. Открываем шаровый кран на переходнике холодной воды и смеситель горячей воды. Открывая и закрывая смеситель, дожидаемся, пока из смесителя не перестанет идти в воздух и поток воды не станет стабильным. Проверяем все соединения на герметичность, после чего переходим к подключению водонагревателя к электрической сети. После подачи напряжения дисплей начинает показывать, какая максимальная мощность выбрана на приборе в данный момент. При помощи тестера проверяем напряжение и правильность подключения. С помощью кнопок справа можно выбрать максимальную мощность прибора. На фиксации установленного параметра нажимаем верхнюю кнопку слева от экрана. Одна секунда и готово. Возвращаем рамку на место, после чего закрываем прибор и фиксируем винтом переднюю крышку. Отмечаем установленную максимальную мощность прибора. Защёлкиваем обратно лицевые панели и снимаем защитную пленку с дисплея. Прибор готов к эксплуатации. Пульт дистанционного управления клаги FX для модели DSX идет в комплекте. Снимаем защитную пленку. Устанавливаем батарейки. Сразу после установки батареек пульт готов к работе. Пульт управления крепится на монтажной планке в месте удобном для пользователя. Магнитная планка привинчивается или приклеивается как в нашем случае. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...